Сегодня у нас на выдаче RAM TRX RAM TRX полноценная аудиосистема, полноценная замена практически бескомпромиссно, абсолютно, так далее Компоновка аудиосистемы классическая Это трехполосный фронт, коаксиальный тыл, сабвуферное звено на базе одного сабвуфера 10-дюймового К частностям, собственно, как вы знаете, мы предлагаем достаточное количество вариантов реализации аудиосистемы в этом автомобиле Здесь в целом основной необходимостью будет согласовать размещение компонентов, так далее Все будет зависеть, насколько возможно, насколько для вас приемлемо вынос высокочастотного звена на стойки лобового стекла, так далее В максимальной, вот самая-самая эффективная аудиосистема в этом автомобиле Как раз-таки получается именно тогда, когда мы твиттера, высокочастотные компоненты аудиосистемы фронтальной, мы выносим их на стойки В этом случае это очень кайфово получается и правильно сводится и, в общем-то, звучит так, как вы этого ожидаете По компонентам Достаточно отработанный набор На столе отсутствуют у нас высокочастотные составляющие Это привычные вам, вы их видели миллиард раз CDT DRT26 Они сейчас в работе, по ним лепят стойки И, в общем-то, среднечастотное звено Ground Zero 60 SQA Оно также в работе и, собственно, уже установлено в автомобиль Дальше к тому, что у нас осталось Сердце аудиосистемы традиционно, это ПАК-41, аудиоинтерфейс, который позволяет нам сохранить все штатные функции, сигналы, все истории И, в общем-то, передать звук в хорошем цифровом качестве Источник головного устройства через ПАК-41 отдает цифровой сигнал процессорно-усилительному звену Это, в данном случае, Helix V8 Это такое усредненно отличное решение В заданном бюджете Абсолютно хорошая, абсолютно выверенная математика Но, в общем-то, корпорация AudioTech Fisher занимается этим столько, сколько я себя помню И, в общем-то, наверное, даже чуть дольше Компоненты фронтальной системы, высокочастотное и среднечастотное звено у нас уже установлены Либо в процессе Остались неустановленными у нас компоненты мидбасового звена Это Герц ЦПК-690 из комплектов комплектной акустики Собственно, мы используем в этом случае только мидбасовую составляющую Развитая магнитная система Очень неплохо вибродемпфированная корзина Избавляет от всяких призвуков И, в общем-то, обеспечивает полноценный собранный бас В мидбасовом диапазоне Тыловая система На основе компонентов ESB Это, опять-таки, про историю замещений И поисков вариантов, альтернатив Относительно ранее использованных нами динамиков Итальянцы Их философия звучания, на самом деле, мне самая близкая Не немцы с их педантичной, выверенной точностью Не передают той душевности, которая заложена в философии В компонентах итальянских производителей Я не знаю, как это произошло Но, в общем-то, я уверен, что мои коллеги поддержат меня Но это просто неотъемлемая часть Есть в них жизнь Очень я страдаю по отсутствию бренда Symphony в стране Теперь он, правда, квартарига Но, блин, нет-нет, что-то делать Ладно, делаем на том, что есть В любом случае, результат будет феноменально кайфовый Сабвуферное звено в данной системе Это Герц, серия Миль Про МПС-ка с низкой посадочной глубиной Обеспечивающей, в принципе, полноценную работу В ограниченных объемах Мы целимся, как правило, в 20 литров закрытого ящика Закрытого оформления Этого всегда достаточно более чем Если необходимо, то работаем по части уже Оформление Набивкой И различными способами Работая с добротностью финальной оформления Усилительное звено сабвуферного звена В данной системе Тоже уже знакомое вам по многим инсталляции Это усилители запка Модель ST-1000 Третья реинкарнация данного усилителя В общем-то, ребята работают с его надежностью Честно говоря, у меня никогда в жизни не возникло Какой-то проблемы Из первой и второй версии Ну вот, третья, она еще более опухла Еще более доработан радиатор охлаждения усилителя Ну, честно говоря, мы никогда в какую-то даже среднеомную нагрузку не пускаем Не говоря уже о низкоомной Мы постараемся всегда работать с четырьмя омами И, в общем-то, в этих режимах усилитель абсолютно никак не греется И работает, в общем-то, в допустимых температурных режимах Нет никаких проблем Хотя даже мест установки его, в общем-то, достаточно герметичное И там не то, чтобы обеспечен прям офигеть Какой уровень охлаждения, либо отвода тепла Все работает стабильно И даже при такой установке И работало и со второй версией Ну, третья надежнее Окей, надежнее Ставим его Ну и что в целом Продолжаем установку Будем держать вас в курсе В целом здесь все уже отработано до автоматизма Но при этом в любом случае это не может занять Меньше, там, 15 рабочих дней С учетом шумоизоляции, аудиоподготовки И настройки, финализации, эквализации Конечно, все это достаточно емко И вот как раз-таки на финальных этапах Как правило, все это может либо подзатянуться Либо, в общем-то, достаточно оперативно закончиться Но, в общем, все это не важно Мы никогда не исходим из суток, из времени Мы ориентируемся всегда только на финальный результат, который обеспечиваем Приступаем к установке Погнали к процессу ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, немного о процессе В целом автомобиль у нас уже аудиоподготовлен Так далее Во-первых, клиент выполнил до нас шумоизоляцию дверей Уровень использованных в материалах Их качество, в общем-то, нас удовлетворяет Ну, естественно, мы будем доделывать аудиоподготовку дверных щитов Будем их виброизолировать, дополнительно вибро развязывать Ну, и в целом, как бы, это тоже такая достаточно тривиальная работа, которую миллиард раз делали В общем-то, это то, что приводит к результату Но, опять-таки, обратите внимание, если с вашим щитом дверным не поработали, то вряд ли можно говорить о какой-то максимально эффективной шумоизоляции Ну, нет, так не работает Двери это минимум 4 слоя шумоизоляции И только так, и никак иначе Особенно в формате замены аудиосистемы Естественно, с этим будем глубоко еще работать Возможно, также нам придется доработать и шумоизоляцию дверных обшивок К сожалению, автомобиль у нас приехал без них Они сейчас находятся в перешиве не у нас, даже и не в Москве Ну, в общем, ожидаем их, посмотрим, что с ними сделали Если потребуется, переделаем шумоизоляцию аудиоподготовку И, в общем-то, все будет хорошо Сейчас мы уже собрали салон, именно до той степени, которая нам необходима для завершения прокладки проводов Проводки силовой, акустической, межблочной Ну, и, в общем-то, работаем с оформлением сабвуферного звена Здесь стоит отметить объем Я уже обозначал, это мы целимся, как правило, 18-20 литров по данной динамике Здесь внимание следует обратить на то, что технология композитная и так далее Здесь использованы различные типы материалов От МДФа, включая стекловолокно Ну, и финальное армирование производит так называемый рогожий И, в общем-то, все это тоже уже отработано до автоматизма Объективно мы сделали их очень много Делали и для партнеров по всей стране Поэтому продолжаем учиться Продолжаем развивать свой опыт И использовать его для получения максимального результата Субтитры создавал DimaTorzok Начнем с выхлопной системы Решение о ее остановке было принято гостем еще в первый заезд На этапе постройки аудиосистемы Заменить мы смогли ее только в начале января Но для достижения результата, пожалуйста, не гонитесь за сроками И, пожалуй, правильнее и, как показывает практика, гораздо вернее Действительно лучше подождать и добиться превосходного результата С интеллектуальным управлением, реализуемым в стенах нашей компании Все работает, управляется штатно, максимально кайфово Предусмотрены все возможности защиты двигателя И обеспечения его нормальной, стабильной работы Даже с замененной выхлопной системой с установленными заслонками Продолжение следует... Добойчики дверей Функция в данном автомобиле для нас недавно открытая Недавно мы начали ее позиционировать Потому что прошла зима В целом она уже самые последними морозами нас балует И в эти лютые морозы эффективность и стабильность работы данной системы доказаны Поэтому предлагаем мы вам данную функцию установить на данный автомобиль Также мы работали с дополнительным светом Ни для кого не секрет, что света штатного на данном автомобиле хватает только при езде и использовании автомобиля в городских условиях Как только мы выезжаем на трассу, света катастрофически не хватает Баджет-дизайн, привезенный для нас гостем Установили? Установили, естественно, непросто Потому что штатные кронштейны обеспечивают вылет далеко за бампер автомобиля Поэтому изготовлена крепежная площадка под бампером Для того, чтобы можно было нормально работать с горизонтом И настраивать свечение данных фар Нами изготовлены также дополнительные защитные декоративные колпачки Которые маскируют сложнейший двухсотонной кронштейн Крепление к нему мы разработали и напечатали на 3D принтере Ну, в общем-то, все максимально функционально, современно, надежно Нами реализовано сложнейшее управление данным дополнительным светом Свет работает на первом AUX параллельно с работой штатного освещения Так как ПТФ многофункциональные То, включая габариты штатного управления Мы включаем габариты дополнительного освещения То же самое произойдет и при активации ближнего, либо дальнего света Три режима в режиме первого включенного AUX Стабилизированы и работают безукоризненно При включенном первом AUX Управляющий питанием данной системы С включением второго AUX параллельно Мы получаем совместную работу ближнего и дальнего света Данного дополнительного освещения На нашем канале очень много роликов Тюнинг ателье наше Тюнинг ателье широкого профиля Вы можете познакомиться как с работами по дитейлингу Либо оклейки Также вы можете познакомиться с работами по дооснащению автомобилей Перед вами 4 ролика Переходите и смотрите Мы с вами не прощаемся